всем привет сегодня ездила устраиваться на работу заморочилась этой проблемы подала несколько резюме разные компании вот еду сегодня был пробный день все тела в лаборатории и совершила глупость поехала на своей машинке любименькой это ужас какой-то сейчас время шестой час такие пробки ехала туда ужасные пробки короче сделала вывод что легче добраться на метро конечно не работа ну что делать уж лучше на метро чем так у меня уже пробег приближается к трем тысячам километров теперь возникает проблема где проходить первый мой техосмотр замену масла не знаю говорят в дешевле кто-то говорит что без разницы не знаю посмотрим вообще машина стоят у своей машины я заметила один небольшой недостаток она очень легкая вот когда я еду на дальние расстояния меня прям сносит вот сейчас на зимней резине около 80 свыше 80 километров в час прям начинает заносить а на летней резине заносила больше 100 километров в час блин автобус шипы поставила советуют люди где-то 500 600 километров делать обкат резины чтобы шипы в дальнейшем не вылетали говорят это очень хорошо меня вообще это не получается делать потому что я ежу по трассе в основном калуга москва и теперь не хватает 60 километров в час по трассе это же убийство и в общем приходится гонять свыше 100 километров в час надеюсь шипы продержится вот такой хозяйки плохой как я вот ну следующее видео я думаю сниму про техосмотр где я прошла сколько во сколько это мне обошлось а я думаю можно купить масло подешевле не обязательно там брать но все-таки я уточню у них при звонке где я брала машину гермесе у них я смотрела на сайте очень далеко расположена сервисный центр аж на шоссе энтузиастов это мне ехать в другой конец москвы я думаю техосмотр у них проходить не буду однозначно ну вот пока и все вот такие мои новости всем пока подписывайтесь на мой канал пожелайте мне успешно надо ехать домой из такой пробки ну и все пока ну вот дорогие мои объезжаю наконец-то даже не верится к своему дому всего-то прошло минут сорок проехала совсем мало не удержалась добавить видео хотела поблагодарить вас всех за советы теперь окна у меня внутри машины не потеют во-первых когда я подъезжаю я открываю окна чтобы проветрить салон машины чтобы тут было прохладно можно открыть двери а потом когда включаю я завожу машину извините кто-то меня это уже исправлял я потихоньку исправляюсь набираюсь опыта страх уже поменьше ну конечно есть сегодня выбралась еле-еле из трудной ситуации с парковкой из-за дурацкого навигатора он меня завез не в ту сторону не туда завернула а там стоянка машины они стояли вплотную я оттуда не могла выбраться тумба там еще бетонную стояла на дороге но слава богу выбралась так сама себя перебила чисто по-женски надеюсь у меня извините и когда завожу машину поначалу включаю приоткрываю окошко и потом включаю кондиционер на чуть-чуть и на полную мощность обогрев и представляете больше не запутевает большое спасибо вам всем за советы еще раз прощаюсь с вами подписывайтесь на мой канал и будет вам счастье пока